Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ. Меня зовут Александр Вальдман. Программа Алло Смольный. Прямой эфир телеканала ИТОН ТВ. Сразу хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Вы его наверняка давно и хорошо знаете. Павел Маргулян, ведущий программы Первого радио. Отец-основатель, можно сказать, этой радиостанции. Добрый вечер. Я не буду долго рассказывать о том, что у нас сегодня за тема. Те, кому это интересно, уже наверняка давно ознакомились с предлагаемыми фактами, предлагаемыми событиями. Дело в том, что действительно в Соединенных Штатах то, что принято называть предвыборной кампанией, предвыборной гонкой, вошла то, что называется вражь. Кандидаты в президенты, как один, так и другой, не жалеют друг друга. Более всех, не буду говорить, кто более всех, потому что это будет субъективное мнение. В любом случае у нас сегодня будет возможность поговорить об этом в полной мере, услышать абсолютно разные, я надеюсь, мнения о том, что там происходит, но неожиданно в предвыборные гонки появился новый игрок. Новый игрок это Россия. В основном старается этого игрока рекламировать, опять же в кавычках, скорее всего, все-таки Хилари Клинтон, кандидат от демократов. Буквально недавно она выступала и заявила, что выразила очень серьезную озабоченность по поводу предполагаемого вмешательства России в процедуру выборов США, намекнув, как пишут, на то, что Владимир Путин и неприятельская иностранная держава, которую он возглавляет, активно пытаются добиться избрания Дональда Трампа. Вот вокруг всего этого мы поговорим. Как всегда у нас будет сквозной вопрос, который я предложу абсолютно всем нашим гостям. Но поскольку вчера в Нью-Йорке с Хилари Клинтон приключилась некая история, естественно, мы внесли тоже коррективы в сквозные вопросы. И сквозных вопросов у нас теперь будет два. И свой первый вопрос сквозной, Паш, мы начинаем со сквозного вопроса. Я вопросов адресую прежде всего тебе. Звучит он так сегодня. Насколько близким к истине является мнение, согласно которому русская тема в предвыборной риторике Хилари Клинтон нацелена в первую очередь на возможный пересмотр итогов выборов в случае избрания Дональда Трампа? Знаете, я где-то вот мельком сегодня или вчера услышал о таком варианте. Я не совсем понимаю, о чем идет речь, на каком основании надо переизбирать Дональда Трампа. Переизбирать на сегодня я вижу только один вариант, если будет доказано, что в процесс выборов уже непосредственно... Извиня, тебя перебью. Внимательно надо слушать Мадлену Олбрайт. Значит, я прослушал Мадлену Олбрайт. Причем дважды она об этом говорила. Значит, я вижу только один вариант, если будет доказано, что в процесс выборов было какое-то внешнее вмешательство и подсчет голосов был неправильным, скажем так. Тогда есть основания для пересмотра результата выборов и подачи в суд. Ты считаешь, что у России есть такие технические возможности? Ты знаешь, сегодня... Или у какой-то другой недружественной с Соединенным Штатом державы? Сегодня век интернета. Трудно предугадать технические возможности любой страны с завтрашнего дня. Причем с завтрашнего дня в буквальном смысле этого слова. И поэтому я не думаю, что кто-то вообще знает, есть ли такие технические. Напомню, что был слух о том, что хакеры вскрывали не только почту Демократической партии, но и вмешивались в компьютерные системы, в избирательные компьютерные системы в Штатах. И никто не застрахован от того, насколько глубоко можно вмешаться в избирательные системы, в то, что поручено компьютером. И поэтому это, конечно же, фактор, который будет влиять. Но я думаю, что американцы, так же, как и мы, знают об этом и, наверное, предпримут какие-то меры для защиты своих компьютерных сетей. Паша, я пытаюсь рассуждать, как обычный, то, что называется, кондовый, просто человек с улицы. Я ничего не знаю. У меня первый вопрос возникает. Россия вмешивается в систему голосования в Соединенных Штатах. Молодцы, классные. Ставят они америкосам, а америкосы хваленые, что же они там не могут, не в состоянии даже обеспечить безопасность своей избирательной системы. На что они вообще годятся? Да никто не может сегодня обеспечить безопасность своей избирательной системы, когда речь идет не о ручном подсчете голосов, если мы говорим о демократических странах, а когда речь идет о компьютерах, об интернетах. Сколько скандалов было за последние годы от Сноудена, яркие примеры того, вскрытие почты и так далее. Насчет того, что Россия молодцы, вот вставили Госдепу, я не знаю, может быть, какие-то люди с улицы думают так, но другая часть не удивится, что Россия... Я бы не стал по комментариям отдельных посетителей социальных сетей судить о массовой аудитории, но любая страна, когда был скандал Сноуден и другие скандалы, специалисты разведки говорили, что если у какой-либо страны есть возможность прослушивать вплоть до лидеров других стран, они, конечно, это будут делать. Паша, а может быть тогда я уже возвращаюсь чуть-чуть в другую сторону. Вот, может быть, перейти всему миру на избирательную систему, как у нас в Израиле, когда вот этими бумажными буковками голосуют, тогда и как бы технически туда вмешаться нельзя. Хотя у нас вмешиваются, тоже мы знаем, какие способы для того, чтобы повлиять на результаты подсчета голосов, но тем не менее, все равно это со стороны никто не мешает. Я не знаю, что проблемы с подсчетом голосов были в каких-то мелких деревнях, по-моему, в друзской части нашего населения. Я не знаю о других вмешательствах, я не слышал, но об этом можно говорить будет, когда будет реально установлено точно, что как-то повлияли на компьютерную систему выборов. Тогда надо будет предпринимать другие веры. Я не думаю, что человечество в любом случае пойдет назад. Просто будут какие-то меры защиты бросаться, более крупные средства бросаться на защиту своих компьютерных систем и как-то подстраховываться, перепроверяться. Помнишь, замечательный был фильм с Де Ниро и с Хоффманом, когда хвост виляет собакой. Не получается ли, что мы, американцы, сегодня идут по этому пути, когда пытаются американцам заранее навязать мнение о том, что в их избирательную систему коварная Россия и коварный Путин могут вмешаться. И они как бы, да, а может действительно так. Ну, смотрите, я не думаю, что они это выдумывают на пустом месте. Там Хиллари Клинтон несколько раз его, по-моему, заявляла не только она, но и FBI еще подтверждала, что у них есть подозрения на внешние хакерские какие-то действия. Мы сегодня, кстати, будем на эту тему с одним из наших экспертов. Кстати, друзья, у нас сегодня в экспертах будут очень интересные люди, интересные специалисты. Будет Евгений Киселев из Киева. Будет у нас наш израильский эксперт Алекс Вексер, с ним как раз мы поговорим немного о разведке. Будет Александр Шпунт из Москвы и из Нью-Йорка. Будет друг Паша Мургуляна, я знаю, что вы хорошо друг другу. Он просил привет тебе передать, Паша. Мы нехорошо, но мы один раз встречались, когда он был в Израиле, мы с ним общались. Мой коллега работает на радио. Радио сейчас имеет уже новое название. Это никто иной, как Кирилл Задов. Руэсэй радио. Нью-Йорк так это называется. И еще я не сделал анонс, забыл по традиции. У нас много традиций, хоть четвертая программа, но традиций уже много. Так вот, друзья, я забыл называть вам номер нашего телефона, куда вы, если да, вы захотите в прямом эфире у нас выступить, высказать свое мнение по теме выборов в США, выиграет Россия. Пожалуйста, 077-549-3822. Это наш внутренний израильский телефон, я повторю, 077-549-3822. А те, кто хочет позвонить из-за границы, тоже, пожалуйста, 972 в начале, а потом 775-449-3822. Паш, есть у меня еще один вопрос, поскольку я люблю, когда готовлюсь к программе, изучать, что думает наш гость, с чем он придет, с какими мыслями к нам придет в студию. Я залез на твою страничку в фейсбуке и посмотрел твои комменты по поводу предвыборной гонки в Соединенных Штатах. Вот один из этих комментариев меня привлек. Ты написал, мечущиеся в ту или другую сторону результаты опросов в США, сейчас опять они в пользу Трампа, демонстрируют, что американцы никак не могут определиться с выбором одного меньшего, по их мнению, из двух зол по имени Трамплинтон. То есть ты хочешь сказать, что Хиллари, что Дональд абсолютно не имеет никакого значения, ни для кого и ни для чего. Мы видим это по результатам от опросов последние месяцы. Клинтон для них это представитель системы, которая надоела. Для части из них. А Трамп, ну, американцы не готовы пока воспринимать такое. Я бы так сказал, потому что делал Трамп за последний год, по его высказываниям против женщин, против мексиканцев, против чернокожего населения, против испаноязычного населения, соотношение Клинтон против Трампа должно было быть 80 на 20 в пользу Клинтона. Мы видим, что этого нет. Они до сих пор как-то вот так вот варьируются, где-то в районе 40% каждого поддержки. Значит, ни тот, ни другой не устраивают американцы. Саша, Паш, извини. Я не знаю, читал ты или нет об этом. Буквально на днях было. Позавчера я читал информацию. Тоже там очень подробные были опросы общественного мнения в Америке. Даже по такому параметру, как будут голосовать иммигранты, у них почти одинаково. 49,51 в пользу Клинта. Хотя его высказывания, мы знаем, действительно у него должно быть 10%. Иммигранты может быть, но я знаю, что там у чернокожего населения подавляющий процент за Клинтон. У Трампа его основной выборщик это белые, причем мужчины, вот такого среднего возраста. Рабочий класс, средний класс. Это его целевая аудитория, скажем так. Но еще раз говорю, результаты говорят о том, что американцы в растерянности. И более того, я согласен с мнением, что после этих выборов Америка как-то изменится. Но потому что они в какой-то тупик уперлись на этих выборах. Ясно, что надо менять систему. Я не удивлюсь, что будет возникновение какой-то третьей политической силы в этом вакууме, которая образовывается. Пашу, мы по ходу всегда читаем комментарии. Я не могу удержаться, чтобы не предложить тебе прокомментировать один из комментариев. России выгодно Клинтон, так как ее повадки понятны и как-то предсказуемы. А Трамп вообще темная лошадка, пишет Нелли Богос. Неожиданная точка зрения. Почему? Нет, может быть она неожиданная в отношении России. Я считаю, что, особенно для тех стран, которые являются друзьями Америки, выгоднее стабильный кандидат, от которого мы знаем, что можно ожидать. Трамп этого не показал. Трамп, он мечущаяся фигура в политике. И я понимаю, что, особенно правый лагерь в нашей стране, у нас фактически есть газета, которая поддерживает Трампа. Ежедневная, которая субсидируется человеком, который жертвует на кампанию Трампа и так далее. По ее материалу видно, что она поддерживает Трампа. Поддерживает она за счет того, что Трамп, например, одну из его фраз я запомнил, его спросили на одной телевизионной встрече, будете ли вы поддерживать Израиль. Он сказал 100%. Вы знаете, политик, который говорит 100%, я ему сразу не доверяю. Ну вот нет 100% ни в жизни, ни в политике. Вот это раскидывание вот такими обещаниями меня настораживает всегда, понимаете. И поэтому Трамп, хотя он более решительно выступает в пользу Израиля, но меня вот эта вот сверхрешительность, она несколько настораживает.